Умываться надо и кушать надо. Уже несколько недель жители 27 домов в авиастроительном районе вынуждены обходиться практически без воды. Чтобы приготовить еду или умыться, уходит очень много времени, ведь вода из крана течет еле-еле. Про ваню уже совсем мы забыли, даже мыться, даже воды нет мыться, стирать даже забыли уже, вот в грязном ходе. На улице Софьи Перовской прорвало трубу. На дорогу хлынул поток воды и, по словам жителей, подъехавшая аварийная бригада водоканала всего лишь перекрыла воду, объяснив, что данный участок трубопровода не состоит на балансе учреждения. Вчера я созванивалась с водоканалом. Мы тут каждый раз по 10 звонили уже в водоканалы куда угодно. Со мной разговаривал диспетчер водоканала. Я задаю вопросы. Сколько вопросов я ей не задала. Ни на один вопрос ответа я не получила. Ответили мне только как автоответчик. Там женщина сидела, как автоответчик она мне отвечала. Труба не наша. На балансе у нас не стоит. Обращайтесь в администрацию района или города. По словам жителей, о том, что труба не относится к водоканалу, они услышали впервые за 40 лет. Все прошлые годы их обслуживала именно эта организация. И что случилось на этот раз, они не понимают. А администрация пальцем показывает на водоканал. Водоканал показывает пальцем на администрацию. Мы сидим без воды. В водоканале нам сообщили, что авария произошла на бесхозных сетях. И сегодня эта часть водопровода передана в их ведение. Все неудобства, связанные с ликвидацией этой аварии, связаны с тем, что водопровод не на балансе предприятия. И потребовалось некоторое время, чтобы оформить все документы для передачи их на баланс нашего предприятия. В настоящий момент, насколько я знаю, все вопросы улажены. И в самое кратчайшее время авария будет устранена. Все будет в порядке. По словам представителя пресс-службы Водоканала, уже завтра на место аварии будет отправлена ремонтная бригада. И вода в домах на улице Софьи Перовской появится в течение двух-трех дней.